Вот место, где был делан ремонт. Будем доделывать еще, это промежуточный вариант, еще вот эту вмятину тоже надо делать. Ну вот, я проковырял крышу, вот и на это место одно, и вот здесь вторую вмятину. Конечно, скучно в кориде, вот видно, но у меня не было возможности ковырнуть снизу. Ну вот, это все дело, я имею в виду, не было возможности у меня поработать крючочком. Ну вот, а теперь надо еще, надо еще вот эту вот красоту теперь немножко подправить. Вот, вот такая вот разделилась ямка, тут дернул, тут дернул. Надо делать быстро, бегом-бегом, потому что, когда клей сильно пристает, получаются проблемки у нас, поэтому выдержка минимальная, порядка секунд 15. вот, смотрим, уже покрасивее стало, собственно. вот так я поставлю отсюда, вот оно. Уже осталось немножко доделать. Вот так это все выглядит. Вот видно, что еще надо работать. Складка такая, она размером вот как с руку. Очень маленькая, но на черном это будет, я думаю, что будет заметно. Вот. Поэтому еще надо дорабатывать и дорабатывать. Ну, в общем, конечно, уже ничего. Вот оно, это место. И так, это место. Да. Вот нервоность чуть и не выходят вот раз зона ремонта чтобы была такая вот чуть-чуть тычок остался можно дернуть да и нужно и нужно вот чуть вот можно клеем самыми маленькими выдернуть эти две ямочки естественно что надо потом эту красоту слегка под полирнуть первым вторым номером хотя бы слегка взбодрить потому что все-таки вылетит где-то какой-то абразивчик я тут чуть понаслезли повернулись чутка раз лишнее убираем берем волшебную тряпку и очищаем зона ремонта к сожалению я специально эти косяки показываю чтобы люди понимали что чудес на свете не бывает можно конечно вот так мельком снять вот дрын и все красиво а еще лучше выключить лампы вот сейчас выключу вот вообще идеально видите как все здорово на самом деле повторюсь еще раз законы физики есть законы физики если металл потянулся счета не делай уже в тот вид вернуть невозможно то есть все эти работы это компромисс но скажем так здоровый компромисс другое дело когда могут допустим вот видно да видно а здесь было тоже на крыше еще в больших размеров сейчас этого так не видно в глаза не бросается вот и все как бы на крыше как это было так оно и осталось ну это стало гораздо менее заметно и тут кто не соображает как бы может и не увидеть а тот что понимает как смотреть все вот такие вот нюансы и недостатки он мигом выкупает вопрос о том что жеванные машины все смотрите видите вот она и такого если в лампе смотреть на машины все они слегка жеванные то есть вот шишки тут шишки но это естественно уже приобретенная попробую подергаться хотя я не уверен что такую маленькую такую остренькую удастся мне выдернуть ну вот эту вот вещь как шишка получается я думаю разбить это реально забивать вот этот рубчик надутый мы будем молотком от женька вот а вот это будем дергать маленькими самыми маленькими грибками обратным молотком ну может быть получится а не получится что делать оставим как есть таким макариусом будем сожалению снять невозможно поподробнее потому что фокус ловить и смотреть здесь чтобы извините стучать по тому месту куда надо это сложно просто надо очень осторожно потихонечку так забивать забивать ладно выдержал время уже дала даю подольше остыть клею чтобы как бы посильнее схватанулся и попытаться дернуть посмотрим что получится отдернулась довольно таки легко сейчас посмотрим что тут получается яйцо честно сказать в рознице я большой не увидел чуть 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 вышло по сравнению с тем что бывало я не вижу смысла тратить свое время на то что явно боюсь что у меня не получится а вот эту штуку забить это надо ну вот мы видим да ее надо подзабить шишмиара такая опять же это я увидел в лампе вот смотрим панель соседняя вот она вот тоже самое тут можно сражаться долго и скучно или как бы будешь находить все новые и новые недостатки поэтому забью сейчас и вот эту вмятину я оставлю нету ни желания ни времени уже шестой час вечера на той стороне меня еще ожидает такая же упёртая вмятина за это честно говоря разговора не было ни за вот эту ни за ту ну вот это я сейчас забью все таки оставлять я ее не буду здесь она вот где-то на три пальца от вот этого от стоечки ну вот вот оно это место у нас еще шишмар есть вот видим да надо еще его подбить поддобить вот так вот мы и учимся вот крутил я вертел с разных сторон это у нас стычок который этот вот 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 оно это место где я забивал тут получилось небольшое недоразумение вот внутри как складка пошла ну по-любому я ее как бы забил хотя вот в этом месте очень-очень жестко колотишь он даже не поддается вот такие вот фокусы ну ладно переходим на другую сторону получилось на стоечке сделать но я думаю вот здесь у нас получится вот тут тычочек такой на багажнике есть дернем подернем или здесь и получится вот 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 место вот вот ну вот и все быстро с одного раза выдернулось легко и красиво мы на вторую сторону тут видно что машинка в мелком граде была но дело не в этом тут как видно что вот еще вот это вмятинка да от нее виден след вот он процарапанный что-то летело тут и царапало ну нас интересует вот эта вот штука на размером где-то ну вот сейчас попытаемся опять же опять же разбить по возможности и подергаться да в граде явно в лампе видно машинка была я тут хозяину говорил ну в принципе град настолько мелкий как бы незначительный его практически будет не видно ну вот сейчас подергаемся потихонечку дрынь посмотрим естественно тут перетяг будет я так же понимаю что для начала надо что-то выдернуть а потом смотреть вот такую вот шишечку сейчас будем разбивать ее аккуратненько сейчас буду пробивать дальше так вот вот оно у нас это место еще как бы тут плюс есть неровности и тут с этой стороны смотрим вот вот оно вот оно ну уже так сказать к сожалению почему-то вот не хотелось бы но образуются складки вот как мы видим а без крючочка такие маленькие складочки разладить не получается у меня вот оно это место смотрим в отраженке как раз видно вот следы вот пробойничка на крыше ну а в линии практически она чуть-чуть вот вмятинки есть а так нормально сейчас уберем тут еще конечно надо под пробить сейчас попьем чайку и продолжим посмотрим что получилось вот они следы сейчас мы их уберем вот с одной проекции а вот с другой вот вот видно складка я специально показываю лампу так выставил чтобы видно было к сожалению почему-то вот получается микро складки вот без них еще не удается вот поработать конечно если бы была возможность поработать крючочком я бы это подобрал но такой возможности у меня нету поэтому это останется но но есть одна маленькая но эту складку еще надо увидеть в потому что это видно только в лампе и когда детально снимаешь так в принципе нормально все видно сейчас сейчас подберем подполируем там где производились работы надо пройтись и чуть-чуть полирнуться чтобы было аккуратно вот прошлись полирольками теперь волшебной тряпкой вот вот здесь вот одето был шишмарь был и здесь вот сейчас найдем где мы тут ковыгали о ну вот вот они остаточные как после ремонта косички я специально показываю это и рассказываю потому что мне не надо хвалиться и нечем хвалиться то что я умею некоторые уже давным-давно забыли вот и мне еще учиться многому и многому но те ребята кто вот просят для кого я собственно это снимаю иногда задают вопросы что вот у вас все идеально да не бывает идеальной работы я еще такой человек мне моя работа никогда не нравится прям чтоб идеально было я всегда ищу недостатки и пробую стараюсь в следующий раз сделать лучше чем было вот вот конечно в машинке прошлось вот тоже царапка приличная от чего-то я чуть-чуть полиролькой помазал вот видно что покрытие конечно подуставшая ну ничего издалека этого ничего не видно во крыша ровная все четко все красиво все всем спасибо за внимание задавайте еще ваши вопросы попробую на них ответить вот еще раз я снимаю что к сожалению немножечко 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 тут то есть и пулики вот они есть я их не смог разогнуть вот ну а так особо не заметно